Всем привет друзья! Тихий океан самый большой океан на планете Земля. Человечеству он стал известен в 16 веке. С тех пор было обнаружено огромное количество интересных особенностей водоема, но до сих пор ученые продолжают делать открытия, исследуя его глубины. Впервые на берег Тихого океана нога европейца вступила в 1513 году. Это был Нюнис де Бальбоа, испанский конкистадор. Он и его спутники решили, что перед ними море, дав ему название Южного. Тихим океаном он был назван в 1520 году Фернаном Магелланом. Во время кругосветного плавания путешественника на всем протяжении океан был спокойным, за что и получил свое название. Русские мореплаватели до 1917 года использовали два названия – Восточный океан и Тихое море. Максимальная глубина океана обнаружена в Марианской впадине – 10994 метра, согласно измерениям 2011 года. Самая глубокая точка получила название Бездны Челленджера по названию гидрографического судна Челленджер, с которого впервые были проведены измерения в 1951 году. Средняя глубина Тихого океана – 3984 метра. Площадь океана вместе с морями – около 179 миллионов квадратных километров. Моря проливы и заливы Тихого океана занимают 18% от его общей площади. В этом океане находится около 10 тысяч островов разной величины. Это ставит водоем на первое место среди всех океанов. 11% площади дна занимает срединно-океанические хребты, которые скрыты глубоко под водой. Если сравнивать со всей сушей на планете, то Тихий океан больше ее по площади на 30 миллионов квадратных километров. Тихий океан вмещает в себя 53% объема воды, которая содержится в Мировом океане. Протяженность Тихого океана с запада на восток – более 19 тысяч километров, с юга на север – около 16 тысяч километров. Тихий океан граничит с Северным Ледовитым, Атлантическим и Индийскими океанами. Южные части Тихого, Атлантического и Индийского океана образуют Южный океан. В Тихом океане находятся самые крупные острова – Калимонтан, около 750 тысяч квадратных километров. И Новое Гвинение – около 800 тысяч квадратных километров. Больше них только остров Гренландия – около 2 миллионов квадратных километров, который омывается Северным Ледовитым и Атлантическими океанами. По Тихому океану проходит международная линия перемены даты – по 180-му меридиану. Это условная линия по обе стороны, которая разница в местном времени составляет 24 часа. В Тихом океане обитает более 50% биомассы растительных и животных организмов Мирового океана. Количество видов одноклеточных водорослей в водоеме – около 1300. В водах океана распространены гигантские бурые водоросли длиной до 200 метров. Тихоокеанские коралловые рифы составляют 18% от мировой площади рифов. В тропических водах Тихого океана обитает около 2000 видов рыб. 90% всех видов лососевых обнаружены в Тихом океане. В экваториальной зоне водоема обитает гигантский двухстворчатый моллюск Тридакна. Длина его раковины достигает 2 метров. Вес – более 300 килограмм. Длительность жизни моллюска – около 200 лет. На глубине около 9 километров живут галутории – беспозвоночные животные типа иглокожие. В поисках пищи они пропускают через пищеварительный тракт грунт и песок, отфильтровывая планктон и органические остатки. Тихий океан таит в себе еще много интересного, но из-за безответственности людей его воды загрязняются нефтью, атомными и химическими отходами, мусором. Из-за этого гибнет флора и фауна океана. Например, в Беринговом море когда-то обитала морская корова. К концу 18 века животное было истреблено человеком. Люди должны научиться беречь свою планету, чтобы и дальше наслаждаться ее красотой. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь с друзьями, пишите комментарии. Всем пока и до новых роликов.